Ну а если все-таки захотелось оливье с майонезом, поели в новогоднюю ночь, ну это же еще и ночь, это не день, организм работает по-другому, вот как привести свою фигуру в порядок уже после Нового года? Есть какие-то способы, методы? Да, есть несколько правил, они довольно простые. Первый совет, который хотелось бы дать телезрителям, это не впадать в крайности. То есть мы обычно объедаемся на праздники, после этого начинаем голодать. Вот этого ни в коем случае делать не нужно, кушать нужно продолжать, потому что у нас организм на слишком сильное ограничение калорий реагирует совсем не так, как нам хотелось бы. То есть он не избавляется от жировых запасов, он всего-навсего старается ограничить нас в движении, то есть понижает скорость обмена веществ. Как следствие мы получаем хроническую усталость, сонливость, раздражительность. Ну как это выглядит на примере, например, если мы стоим, нам хочется сесть, если мы сидим, нам хочется лечь, лежим, хочется уснуть. Вот это четкий показатель низкой скорости обмена веществ. Вот это результат голодовок. После таких голодовок, каких-то длительных особенно, как правило, человек срывается и начинает есть еще больше, чем ел до этого. Он возвращает то, что у него было до этого, плюс набирает еще. Поэтому вот первый совет, такой самый важный, наверное, не голодать после праздников. Второй совет, избавиться от вредных продуктов, скажем так, пустых. Это три группы, сладкое, мучное и жирное. Вот в принципе, наверное, еще один совет можно дать, перенести, постараться основные все приемы пищи на первую половину дня. То есть, когда у нас уровень сахара в крови низкий, он у нас постепенно повышается с каждым приемом пищи. Вот пока он у нас низкий, после сна, вот тогда должны быть основные приемы пищи до 3-4 часов дня. А ужин должен быть очень легким. То есть, это довольно просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!